здравствуйте с вами интернет-магазин и мастерская will box и сегодня мы будем производить замену покрышки на самокате mac speed mini 4 данная покрышка размером 200 на 50 бескамерная летая причина замены покрышки из-за того что она сильно стерлась посередине ну и собственно она стерлась неравномерно из-за этого нужно ее менять приступим к работе первым делом нам нужно открутить гайки на 19 то же самое мы делаем с другой стороны так после чего нам нужно еще будет открутить шестигранный винт он держит тормозной барабан следующий этап нам нужно с другой стороны открутить держатель провода чаще всего винт который держит кабель мотор колеса он плоский так что имейте ввиду также откручиваем винт который держит тормозной тросик на всякий случай и также есть другой стороны винт шестигранный он держит мотор колесо все теперь нам нужно снять заднее колесо все заднее колесо с не то теперь отсоединяем барабан от колеса и все наше колесо в свободном полете так здесь присутствуют с одной стороны фиксирующие шайбы колеса ее мы снимаем и обязательно не теряйте после чего нам нужно колесо разобрать на две части тогда мы сможем снять покрышку колесо держится на 6 шестигранных винтах обязательно их очищаем от всякой грязи маленький пылесос все мы выкрутили все винты обязательно откручивайте эти винты вручную чтобы избежать порчи винтов теперь наша задача разъединить колесо в данном случае мы используем такую монтировку можно подлезть между покрышкой и диском и потихонечку отсоединять верхнюю часть можно колесо немножко постучать так как есть вероятность что она приклеилась друг другу либо приклеилась к покрышке желательно поддевать двумя лопатками для того чтобы отсоединить данную деталь все мы ее отсоединили теперь наша задача снять покрышку данная покрышка снимается легко руками вот старая покрышка после чего нам нужно колесо протереть убираем лишнюю грязь какую-нибудь мелкую ржавчину если ржавчины нету просто тряпочки пройдите все теперь берем новую покрышку и нам ее нужно установить в данный момент так как она новая ее диаметр чуть меньше придется пользоваться монтажными лопатками также нам нужно определить в какую сторону крутится колесо если у нас кабель находится с этой стороны значит надеваем вот так вот все приступаем к работе так данную покрышку придется одевать в тисках так вот а а а а а а а а после того как натянули покрышку на обод хотя бы немного главное чтобы она со всех сторон зашла далее в тисках запрессовываем покрышку аккуратно чтобы не повредить не диск не саму покрышку после того как установили покрышку нам нужно закрутить верхнюю крышку одеваем ее и главное смотрим чтобы сопали отверстия под винты напишите в комментариях какими самокатами вы пользуетесь и опишите их плюсы и минусы после чего закручиваем 6 винтов обратно также делаем это крест накрест чуть-чуть закручиваем а потом уже начинаем затягивать все мы закрутили крышку мотор колеса теперь нам нужно поставить колесо обратно не забываем вот эту вот шайбу она должна смотреть вверх да не забываем про тормозной барабан так теперь нам нужно закрутить винт который держит колесо если вы не можете попасть и этим винтом вот в эту длинную шайбу просто покрутите ось немножко влево вправо и совместите отверстие тогда все получится с первого раза не забудьте еще поставить шайбу здесь идет шайба с одной стороны шайбы с другой стороны еще такая контур шайба она тоже идет с двух сторон и после этого мы за начинаем закручивать гайки теперь тоже самую процедуру делаем с другой стороны накидываем шайбу и закручиваем гайку так как с другой стороны со стороны тормозного барабана нету вот эта длинная шайба который находится внутри также здесь нужно закрутить тормозной барабан совмещаем отверстие с резьбой барабана начинаем закручивать винт перед окручиваем нашу гайку теперь нам нужно самый последний штрих это зафиксировать кабеля кабель мотор колеса а с другой стороны тормозной тросик теперь то же самое делаем с другой стороны данную замену покрышки лучше производить в мастерской потому что в домашних условиях это практически невозможно так как приходится разбирать колесо на две части и из-за того что новая покрышка меньше чуть-чуть диаметром ее практически невозможно одеть руками для этого желательно иметь в гараже дома тиски хотя это тоже довольно сложно потому что тисками можно очень сильно повредить диск так как стоит в основном из алюминия с вами был интернет-магазин и мастерская виллбекс ставьте лайк подписывайтесь на канал оставляйте комментарии спасибо за просмотр